всех приветствую и начните просмотр этого видео с двух простых вещей нажмите колокольчик и подпишитесь на этот канал а зовут меня николай соловьев почему надо это сделать потому что этот канал про здоровье про грамотное потребление продуктов про правильное питание про здоровый образ жизни про эмоциональный баланс про физическое здоровье человека про психосоматику про то что из чего мы состоим из чего состоит наше здоровье и качество жизни но сегодня мы поговорим о такой интересной штучке как орехи составляющие наше меню и почему оно должно быть в нашем рационе какие орехи должны быть чем они отличаются какие предпочтительно употреблять в пищу если мы хотим чтобы в наш организм попадала нормальное количество качественных жиров и микро макроэлементов то мы должны ввести свой рацион орехи желательно это орехи либо растений северных широт ну допустим кедровый орех почему потому что там огромное количество жирных кислот группы омега-3 северные зимы жесткий климат жиры находящиеся злаки растения в орехи должны быть такие чтобы от сильных морозов не разрывали сам орех иначе он вообще не выживет поэтому там содержится грецкий орех очень хороший источник как омега-3 так и других составляющих микро макроэлементов селена допустим я его очень хорошо сам кушаю употребляю в пищу советую другим своим пациентам обратите на него внимание миндаль мы не говорим о жареном орехе хотя многие любят миндаль именно жареном виде но согласитесь жареный орех там уже ничего интересного нет он уже прошел термообработку для вашего организма он вряд ли полезен поэтому весь орех который вы хотите употребить должен быть конечно же свежим и не жареным ряд орехов тот же грецкий и миндаль надо вымачивать почему содержатся определенные кислоты которые не являются полезными для нашего организма я не буду забивать ваш разум их названиями но возьмите за правило залить холодной водой миндаль и грецкий орех оставив его на ночь сольете воду утром употребляйте в пищу во первых в таком состоянии орех получает как бы толчок к проросту соответственно имеет повышенную биологическую активность очень хорошо усваивается нашим организмом аналог пророщенного зерна пророщенной пшеницы зеленых ростков и так далее только это совершенно уникальный кладезь микро макроэлементов и повторяю нужных нам жиров чтобы не было перебора по жира в суточном рационе не сочтите за труд один раз насыпав на кухонные весы посмотреть сколько это 30-40 грамм кедрового ореха земляного ореха миндаля либо грецкого ореха это небольшая горточка потому что если вы будете переедать во первых это нагрузка на печень это хелес выброс лишнего жира в кровь во вторых это нагрузка на поджелудочную на желчный пузырь но и конечно перебор по калорий в наше время мы должны за ними смотреть и за правильным поступлением нужных жиров в организм чтобы держать хорошую физическую форму и мне бы конечно хотелось обратить ваше внимание на определенную группу орехов который отличается повышенным задержанием тяжелых жиров ну допустим арахис по очень многим параметрам я считаю что этот орех в пище употреблять не стоит либо те продукты в которых он содержится мое мнение вы обратите на это внимание и сделайте свои выводы если вас интересует вопросы здорового правильно сбалансировано питание переходите пожалуйста на мой марафон легко ссылочкой в описании этого видео мы там вместе с эндокринологом рассказываем как правильно питаться какие продукты употреблять о суточном калораже обо многом многом другом безусловно это будет полезно для вас если вас интересуют вопросы правильного питания и вообще подписывайтесь на мой канал потому что здесь много интересного оставляйте комментарии в обязательном порядке потому что мне будет понятно о чем вам рассказывать дальше всех обнял николай соловьев